Каким образом вам могут помогать мысли? Обращаясь к вам, я предполагаю, что вы желаете развить ваши покоящиеся силы, чтобы посредством этих сил достичь успеха. Успех в жизни весьма часто зависит от способности привлекать к себе или влиять на наших собратьев людей. При этом, какими бы иными достоинствами вы не обладали, все равно вы не будете иметь успеха, если только у вас не достанет той неуловимой силы, которую мы называем магнетизмом личности. В самом деле, оглянитесь, и вы увидите, что почти каждый человек, который чего-нибудь достиг, обладает способностью привлекать к себе других людей, убеждать их, влиять на них и руководить ими. Что поделать? Все уж они такие, эти так называемые энергичные, сильные люди. Почти не существует исключений из этого общего правила, а если они и есть, то лишь подтверждают его. Такие исключения чаще всего можно встретить в мире людей, проявивших свой успех в каком-нибудь искусстве, научных изысканиях, изобретениях, в литературе и тому подобном, где успех требует более сосредоточенного напряженного внимания, кропотливых изысканий и умственных усилий, чем бросающийся всем в глаза энергии, физической силы и знания человеческой души или просто умения обращаться с людьми. Правда, и эти люди пользуются известным успехом в своих делах, но, как общее правило, плоды их усидчивых трудов становятся добычей людей с более изворотливым житейским умом. Если же этим усидчивым ночным труженикам и удается когда-нибудь достигнуть материального успеха, то только потому, что более практичные люди позаботились взять их открытие и тому подобное в свои руки и поставить дело на должный путь. В подобных случаях этот так называемый «практический человек» получает обыкновенно львиную долю добычи. Это существующее положение вещей. Я буду совершенно прав, видев в достижении материального благополучия показатель жизненного успеха, а последний весьма зависит от магнетизма личности самого искателя. Изобретатель, писатель и ученый могли бы быть облагодетельствованы разумным применением законов духовного господства, господства духа, но за обыкновенным практическим человеком остается преимущество в достижении лучших результатов посредством этой удивительной силы. Она ему дает не только успех, но также и реальное проявление – деньги. Деньги ради денег, конечно, невысокий идеал, но как средство для того, чтобы окружить себя всеми благами жизни, они более не являются недостойной целью человеческих изыскательств. Поэтому я могу считать себя вправе рассматривать их как такую цель, к которой прежде всего нужно стремиться. Еще раз повторю, жизненный успех всецело зависит от ловкости заинтересовать, привлекать, воздействовать и руководить нашими ближними. Я не думаю, чтобы вы стали требовать каких-нибудь доказательств относительно этого. Если у вас есть хоть малейшее представление о людях и деловом мире, вам это должно быть хорошо известно. Отсюда ближайшая задача заключается в том, чтобы научиться, каким образом приобрести эту удивительную и ценную силу. Ответ – посредством приложения законов духовного господства. Это есть тайна не только магнетизма личности, но и тайна жизненного успеха и счастья. Для мужчины или женщины, которые обладают умением пользоваться этими законами, мир есть не более, чем устрица, которую стоит лишь вскрыть и использовать по желанию. Даже те, у кого не достают внимания и настойчивости, чтобы выполнить эти уроки развития, которые общаются, что у насdade в окружающих преразte. Продолжение следует... Продолжение следует...